Вот это вот всё нынешний май в России. Стихия, и понятно, что с этим вот всем бороться невозможно. Вроде бы никого не ранило сильно. В доме никого нету. Ну, кажется, что и с этим уже тоже не поборешься. Ну, а уж с этим как бороться? Но иногда сама природа предлагает способы борьбы, когда, казалось бы, сопротивляться уже бесполезно. Вот, пожалуйста, было и стало. В городе Улан-Удэ штормовым ветром сдуло баннер в поддержку войны в Украине с памятника Ленину. Так ему гораздо лучше. Знак свыше давно пора. Начали радоваться местные жители в комментариях и продолжили. Хоть что-то хорошее. Ветер перемен. Привлечь ветер за дискредитацию? Они существуют, жители той самой смелой России настоящего. За комменты в Телеграме сейчас тоже, кстати, привлекают. Это боевой листок за май. Прямо сейчас новейший стих и на агента Дмитрия Выкова исполняют российские медики. Решили посадить Буянову, врача. Причиной был донос. Ни записи, ни ссылок. Кому-то в голову ударила моча. Иначе это же объяснить не в силах. Врачи потребовали освободить коллегу-педиатра, которую обвинили в распространении фейков российской армии. На нее пожаловалась якобы вдова военного. Коллеги арестованной Надежды Буяновой записали видеоролик со стихотворением Быкова. И 3 мая обратились к властям с открытым письмом. Тут уже 1035 подписей. Как положено, фамилия, имя, отчество. 1035 бесстрашных медиков. Вот отрывок из письма. Сейчас одинокая 67-летняя женщина помещена в СИЗО, как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия. Мы, как солидарное сообщество профессионалов здравоохранения, требуем немедленно защитить интересы почти 2 миллионов медицинских работников и содействовать скорейшему освобождению нашей коллеги. Надежда Федоровна Буянова родилась в украинском Львове. Там же училась. Работала в Московской детской поликлинике номер 140. Ее уволили еще до обыска в квартире и до возбуждения уголовного дела. Сразу после жалобы Анастасии Акиньшиной, бывшей жены военного погибшего в Украине. По ее словам, на приеме у врача ее сын стал капризничать. Врач спросила, с чем это связано. Акиньшина сказала, что ребенок тоскует по отцу. Буянова якобы ответила, что отец мальчика – законная цель для Украины и вообще Россия виновата сама. Нет, нет, могу перекреститься. Я верующий человек. Нет. То есть такого вы подтверждаете не было? Вы не говорили? Нет, нет, я врач. Я не могу говорить такие слова. 29 мая мемориал признал Надежду Буянову политзаключенной. Статья о военных фейках появилась в Уголовном кодексе сразу после начала полномасштабной войны. Эта статья противоречит Конституции, а потому сам факт преследования по ней является неправомерным. Даже если она произнесла бы такие слова в ее действиях, отсутствовал бы состав преступления. Буянова не распространяла информацию о действиях армии. Она лишь констатировала юридический факт. Согласно международному праву, любой военнослужащий, участник боевых действий, является законной целью для противника. Мне хочется в очередной раз посмотреть в глаза судьи. Поверьте, за два года судебных заседаний мы многих судей видели. Остаточное количество. С пустыми глазами, с интересными глазами, с разными глазами. Эта судья с пустыми глазами абсолютно. Ну, представьте себе, женщина, практически 70-летняя, 70-летняя женщина, с онкологией, плохо слышали. Судья за две минуты продлила ей срок заключения в СИЗО. Но это человек. Целиком интервью с отцом Ильи Яшина можно посмотреть на YouTube-канале нашего коллеги Павла Мельникова. И у него же на канале аудиозапись допроса Анастасии Акеншиной. Из-за ее доноса Надежде Буяновой грозит до 10 лет колонии. Репрессии пошли потоком на вчера. Нам за русский суд, ей-богу, неудобно. Учителя, врача, студенты, школяра. Сегодня обвинить способны к чем угодно. Учили нас не так, но, Господи, прости. Страна сошла с ума. Смешались счет и нечит. Сегодня те, кто лечит, видно не в частей. В почете только тот, кто судит и калечит. Рубрика «Эстафета доносов» по материалам ОВД «Инфа» за май. На жителе подмосковного города Королев Константина Энция был составлен протокол о дискредитации армии. Материалы дела поступили в суд 28 мая. 23 мая Константин Энций был задержан. По доносу соседа по фамилии Выков, Выков позвонил в полицию и пожаловался, что Константин, находясь у себя в квартире, якобы оскорбляет Путина и дискредитирует российскую армию. Полицейские моментально выехали на место преступления. Россия развязала войну в Украине. Россия убивает мирных жителей в Украине. Россия – оккупанты. Россия является агрессором. Юлия Леонидовна Почуева работала в администрации Магнитогорска. В беседе с другими сотрудниками высказала свое отношение к СВО. На нее донесли коллеги. Почуеву уволили в тот же день. А позже решением суда она была оштрафована на 30 тысяч рублей. 20 мая силовики врывались через окно домой к Елене и Александру Авдеевым из аннексированной Евпатории. Соседям не понравилось, что Авдеевы у себя дома поют украинские песни, громко говорят славу Украине. И они донесли на Елену и Александра. И так далее. И тому подобное регулярно по всей стране. О том, как помочь тем, кто прямо сейчас становится жертвами доносов и преследований, вот необходимая информация тут же на сайте ОВД-инфо. Помочь и поддержать пока не поздно. 16 мая 2024 года. Три месяца со дня гибели Алексея Навального. Телеграм-канал «Говорит не Москва». Публикация от 16 мая. Люди продолжают приносить к могиле Алексея цветы, памятные вещи и записки. Вы были лучом света, освещавшим наш путь. И пусть теперь мы в темноте, я верю, что мы сможем из нее выбраться. Ваша жертва не была напрасной. 4 мая, город Новосибирск, протестная суббота, площадь Ленина. Мы стоим на фоне протестующих. У нас два пикетчика. К нам пришел сегодня Илья Цыпко, который три недели назад, 13 апреля, вышел с плакатом «Нет войне, спасем жизни россиян». Илья, скажи, почему ты вышел в этот пикет? Да, добрый день. После событий, особенно в февраля, когда в тюрьме случилось то событие, которое мы все знаем с Навальным, знаете, у многих как-то сколыхнулось сердце и хотелось как-то, знаете, высказаться. Сейчас, похоже, только жители Новосибирска, единственные в России, по-прежнему проводят еженедельные акции протеста в центре города. Нужно показывать нашей власти, что есть люди, которые мыслят по-другому, критически, и имеют другое мнение. Я хочу сказать, мы хотим сказать, что у нас сейчас во власти, во всех структурах власти, исполнительной, законодательной, находятся раздолбай и разрушители народного хозяйства напрямую. У нас время называется мракобесие. Отпустите измученных на свободу. Указанных лиц прошу отпустить на свободу, чтобы вместе с нами строить наше гражданское общество. Раз в неделю на такие же акции раньше выходил Хабаровск. Но даже после массовых арестов в городе все еще случаются одиночные пикеты. И главный герой хабаровских пикетов – гражданский активист-пенсионер Зигмунд Худяков. Здравствуйте. Сегодня вышел, 25 суток отсидел. И хочу всем сказать большое спасибо, кто поддерживал. Именно надо показывать этой власти, что люди не смирились ни с чем, что они сопротивляются. И вот таким образом многие же спрашивают, а что мы можем? Да вот так вот людей поддерживаете даже, тех, кто сопротивляется. Это вы уже показываете, что не все согласны с этим беспределом. Огромное вам спасибо. Ну хорошо. А если не акции протеста и пикеты, то что тогда? Нам письмо. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Мне 35 лет. Являюсь вашим подписчиком. Обнаружил граффити во дворе дома на проспекте Мира в Калининграде. Был очень воодушевлен тем, что и в моем городе есть нормальные люди. Нет войне. Победы Украине. Свободу политзаключенным. Воодушевляющее калининградское граффити. Нет войне. Город Москва. Метро Киевская. Украинский бульвар. Цветы у памятника Леси Украинке. В память о тех, кто погиб 25 мая в Харькове. Город Санкт-Петербург. Цена войны. Смерть. За очень похожую акцию в магазине за листовки питерская художница Саша Скочеленко получила 7 лет колонии. Но в супермаркетах Питера антивоенные наклейки продолжают появляться. Что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего.